Здравствуйте, друзья! На нашем видеоуроке мы с вами приступим к практическому ознакомлению с операционной системой RouterOS. На этом уроке нам необходимо будет выполнить следующие действия. Мы с вами загрузим дистрибутив операционной системы RouterOS, установим нашу систему VirtualBox, добавим хост в симулятор GNS, подключимся к роутеру с помощью нашего loopback интерфейса, а также познакомимся с интерфейсом Winbox. Приступим к практике, запускаем VirtualBox, нажимаем New, пишем имя для нашей виртуальной машины RouterOS, выбираем тип Linux, Azure Linux 32 бита. Оставляем значение по умолчанию, изменим размер нашего жесткого диска на 256 мегабайт, создаем, запускаем виртуальную машину, монтируем MISO образ, в самом начале загрузки операционная система предлагает нам установить пакеты. Выберем все пакеты для установки, для этого нажимаем клавишу A и затем нажимаем I. Не сохраняем старую конфигурацию, продолжаем. По завершении установки система предлагает нам перезагрузиться. Заходим Devices, Optical Devices, наводим курсор на наш образ, нажимаем Enter и вытаскиваем ISO образ. Ожидаем загрузки операционной системы. Теперь нам необходимо выключить нашу виртуальную машину. Заходим File, Close и выключаем нашу виртуальную машину. Переходим в графический симулятор GNS3, заходим во вкладку Edit, Preferences, наводим курсор на VirtualBox VMs, нажимаем New. Добавляем нашу новую виртуальную машину из списка. Теперь нажимаем Edit, переходим во вкладку Network, добавляем 5 сетевых адаптеров и выбираем для них тип PC-Net Fast 3. Применяем. Добавляем вновь созданную виртуальную машину на поле. Также на поле добавляем Ethernet Switch, Cloud. И теперь нам необходимо настроить наш loopback-интерфейс. Для этого заходим в Центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера, находим VirtualBox Host Only Network, свойства, протокол интернета версии 4 и приступаем к конфигурированию. Мой интерфейс уже сконфигурируем. После конфигурации закрываем, возвращаемся в наш симулятор, определяем интерфейс для нашего Cloud, добавляем, соединяем наше устройство, для соединения с роутер УС используем крайний интерфейс нашего маршрутизатора, запускаем виртуальную машину. После запуска запуска запускаем Winbox и видим, что наше устройство появилось в списке соседей. Наводим. В нашей конфигурации используется логин админ и пустой пароль. Подключаемся. Нас встречает окно, предупреждающее нас об ограниченности нашей лицензии. Соглашаемся. Обращаем внимание на то, что слева у нас находится меню. Это меню предназначено для конфигурирования нашего устройства. Сверху мы можем посмотреть на загруженность процессора. Зайдем во вкладку Dashboard и добавим пункты к нашему верхнему меню. Добавим пункт Uptime. Выполним настройку IP-адреса для нашего Ethernet интерфейса. Заходим в вкладку IP, Addresses, щелкаем Add, прописываем IP-адрес, указываем маску, применяем, добавим комментарий, обращаем внимание, что при конфигурировании параметров открываются дополнительные окна. Применяем. Конфигурируя новое устройство, логично будет задуматься о базовой безопасности. Для этого перейдем во вкладку IP-сервисes и отключим сервисы, которые мы не будем использовать. Для примера отключим незащищенный Тилнет и изменим порт для входа через веб-браузер. Следующим шагом установим пароль для входа. Перейдем во вкладку System, Users, правой кнопкой мыши щелкнем на нашем пользователе Admin, выберем Password, зададим новый пароль. Стоит заметить, что можно ограничивать права пользователей, используя группы. Можно использовать как базовые группы, так и группы, созданные самостоятельно. Для создания самостоятельной группы нажимаем клавишу Add и выбираем политики, которые будут применяться для этой группы. Переподключимся к нашему роутеру, используя IP-адрес устройства. Как мы видим, наше устройство теперь имеет IP-адрес и поле Connect To изменилось с MAC-адреса на IP-адрес. Добавим наше устройство в список знакомых, для этого нажимаем Add Set и как мы видим, наше устройство появилось в списке управляемых. Подключаемся к нему. Обратим внимание, что микротик подразумевает конфигурирование через командную строку с использованием таких протоколов, как Telnet, SSH, либо используя встроенный терминал. Для запуска встроенного терминала необходимо нажать пункт меню New Terminal. Следует отметить, что приступать к конфигурированию с помощью терминала может любой, так как интерфейс дружественный, можно получить список пунктов, нажав Tab. Терминал поддерживает такие известные команды, как ping, и пропингуем наш компьютер. Как мы видим, ping успешен. Терминал способен формировать удобные выводы. На форумах гораздо проще предоставлять листинги конфигураций, чем предоставлять несколько скриншотов из Winbox. Осуществим вывод конфигурации IP-адреса нашего устройства. Для этого нажимаем IP, ADD, дополняем команду Tab, добавляем ключ Print. Так мы видим, что адрес нашего устройства на интерфейсе Ethernet 5 установлен как 192.168.56.2 с маской 24 бита и принадлежит сети 192.168.56.0. Увидим, как наш IP-адрес сконфигурирован с помощью терминала. Для этого используем команду IP Addresses Export и увидим с вами вывод команды о том, как настроен IP-адрес для нашего интерфейса Ethernet 5. Остальные пункты мы с вами более детально рассмотрим на следующих уроках, выполняя конфигурирование нашего устройства. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.